Всем с добрым утром, дорогие ребятки! Меня зовут Наташа, вы на канале Из Индии с Любовью. Сегодня я вышла прогуляться утречком на набережную, про которую я вам недавно рассказывала. Помните, мы там на мостике с вами гуляли, и вот я решила посмотреть, как здесь красиво, немного заросшее. Сейчас покажу вам. Смотрите, какая здесь красота! Вон там мост. Конечно, озеро немножко заросшее, ну не немножко, а так, нормально заросшее, но здесь все равно очень приятно прогуляться. Вот это озеро, вон там мост. Здесь с утра, я смотрю, на велосипедах катаются, дети, женщины, люди себе гуляют, спортом занимаются. В общем, хорошее место для прогулок, еще бы его почистили, было бы вообще прелестно. Сколько зелени кругом! Смотрите, какое дерево интересное, со стручками. На акации похоже. Что это за стручки такие? Вон там какие-то семена есть. Сейчас посмотрим. Зеленые еще. Да, какие-то семечки. Индия очень красивая, очень большая страна, и природа очень сильно различается от севера к югу. Вы, наверное, все это знаете, потому что в основном меня смотрят любители Индии. И вы знаете, как различаются культура между штатами, даже одежда разная, даже еда разная. Сегодня я совсем недавно узнала о 8 типах индийских вегетарианцев, и сегодня я хочу рассказать про это вам. Один даже такой случай у меня приключился на новоселье. Я, конечно, отнеслась к этому с иронией и с юмором, и прошу вас относиться так же. А в этом случае я вам расскажу в конце видео, а сейчас слушайте. Если вы приедете в Индию, здесь себе заведете новых знакомых, то среди этих ваших новых знакомых, несомненно, найдется парочка людей, которые с гордостью вам скажут, что я вегетарианец. Но каковы условия их вегетарианства, каковы вот эти вот рамки, они настолько обширные и настолько обтекаемые, и там может все настолько изменяться, что индийцы сами порой с этого смеются, и даже про своих вегетарианцев они сочиняют анекдоты. Итак, слушайте, 8 типов индийских вегетарианцев. Итак, первый тип индийских вегетарианцев – это чистые, строгие вегетарианцы, которые не едят ни мяса, ни рыбу, ни яйца. Ну, с ними все понятно. Второй тип индийских вегетарианцев – их прозвали эгетарианцами. Это вегетарианцы, которые едят яйца. Но эти люди тоже вам могут сказать, что они вегетарианцы, и даже если вы им будете доказывать, что если вы едите яйца, то вы уже не вегетарианцы, они могут даже обидеться и доказывать вам все равно, что нет, мы вегетарианцы. Третий тип индийских вегетарианцев – это кекетарианцы. Это такой тип вегетарианцев, которые не едят ни мяса, ни рыбу, ни яйца, но они не могут устоять перед сладеньким, перед пироженкой или тортиком. Хоть в Индии и много есть выпечки со специальной пометкой без яиц, но, тем не менее, любовь к сладкому у этих людей настолько сильна, что они не могут устоять от того, чтобы не съесть и не попробовать вот эти вот все тортики, бисквитики, печенье и кексики. Так, это у нас какой был? Раз, два, третий. Четвертый тип индийских вегетарианцев, их прозвали грэвитарианцами. Греви – это вот эти все соусы, подливки в Индии. Вы же знакомы с местной едой, вы знаете, что здесь любят есть лепешечку, макать подливочку. Эту подливочку называют грэви, можно сказать так. Так вот, это тип вегетарианцев, которые любят есть только подливку, но они могут есть подливку, в которой, ну, готовилась, например, от чикен-кори, курица, либо же рыба, они просто макают эту подливку, кусочки они не едят. Ну, когда им говорят, что это как бы не вегетарианская еда, они говорят, а что там в подливке, там же только специи. То же самое, что, например, в паниркаре, то есть абсолютно то же самое. Ну, вот такой тип вегетарианцев тоже есть. Это у нас был четвертый. Пятый тип вегетарианцев – это пьяные вегетарианцы. Это вегетарианцы, которые в обычной жизни не едят ни мяса, ни рыбу, ни яйца, то есть они строгие вегетарианцы. Но, попав в компанию, и после рюмки второй, третий, они уже начинают есть все подряд. А так в обычной жизни они строгие вегетарианцы, которые не едят даже яйца, ни даже выпечку с яйцами. Смотрите, какой-то цветочек здесь нашла. И бабочка прилетела, улетела. У меня есть приложение в телефоне, я когда-то ходила и все это определяла. Настолько здесь всего много интересного. Вот это что за стручки? Вот какие-то стручки, да? Тоже еще недозрелые. Ой, сколько там маленьких семян. Как амарант похоже. Такая вот у нас природа в городе. И коровки гуляют, и бабочки летают. Замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, где мы там остановились, сколько у нас было? Пять. Еще осталось три типа. Значит, шестой тип вегетарианцев это календарные вегетарианцы. Это такой тип, который, ну, могут там понедельник, среда, пятница они едят невегетарианскую пищу, а в остальные дни они вегетарианцы. И такие тоже могут себя называть вегетарианцами, да? Представляете? Далее, седьмой тип вегетарианцев это вегетарианцы, которые живут в строгих семьях. Родители очень строго все это соблюдают. Но, например, дети, попадая в компанию с невегетарианцами, им нравится запах невегетарианской еды, им нравится вид, им хочется попробовать. И их, ну, долго упрашивать не надо, достаточно, как бы, только предложить. И они могут за компанию, так сказать, отведать невегетарианскую еду. Такой тип тоже есть. И, наконец, восьмой тип. Их называют домашние вегетарианцы. Это самое интересное, на мой взгляд. Это такие вегетарианцы, которые тоже строгая семья. Они дома не готовят мясо, дабы не осквернять свое жилище. Но они могут готовить мясо на улице у себя во дворе. Для этого у них есть специальная посуда для приготовления, специальная посуда для употребления. Но они его не будут есть дома. Они его будут и готовить, и есть на улице. И этот тип вегетарианцев тоже, они могут свободно есть мясо в кафешках, в ресторанах, в гостях. Но дома нет. И вот такая вот у меня история случилась. Хотела вам рассказать. Когда я про это все узнала впервые, я думала, я много лет думала, что это все просто шутка. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Вот так вот. Хочу рассказать вам, как у нас новоселье было, когда мы переехали в эту квартиру. Вот я вам показывала, где мы живем. Мы купили квартиру в 2014 году, переехали в 2015. Значит, у нас было новоселье. Очень много людей приходило. Я иду не готовила. Мы заказали в ресторане, как фуршет. Но у нас тоже стояли столы, стулья в Ассоциейшн Холле. У нас там есть на первом этаже. Я вам тоже показывала. Значит, там стояли официанты. Они выдавали эту еду. Были стулья, столы. Все гости сидели. Но это все у нас было... Официанты были до 4 часов дня. А затем они... Как бы их рабочий день закончился. Они принесли все то, что осталось, эту еду. Там в такой большой... Такой, знаете, помните, как в поездах раньше носили? Вот такие вот термосы металлические, такие стальные. Вот один на другой складывали слоями. Вот. А они принесли эту... Домой нам, значит... Она мне, наверное, вот так вот стоя достигала. Эта огромная такая вот эта кастрюляка слоями, с ручкой. Вот такая большая-большая. Но у меня нет ни фотографий, ни видео. Я тогда не была влогером, не снимала. И мне, конечно, было даже не до этого. Ну и дальше, так сказать, гости уже приходили уже дома. Я уже сама их обслуживала. Мне там тетя помогала. Вот так вот. Ну, до 11 часов вечера приходили. Ну, в общем, я не про это. На любое мероприятие у нас, конечно же, заказывают еду. Как вегетарианскую, так и не вегетарианскую. Потому что обязательно среди гостей будет кто-то... Именно строгим вегетарианцем, который не употребляет... Не употребляет животную пищу, ну, нигде. То есть, ну, вы поняли, строгие вегетарианцы. И, значит, пришла одна девушка к нам в гости. Мне сказали, что она вегетарианка. Я, значит, возле нее панир кори, манджури гоби из цветной капусты кори. Все поставила ей. Ну, у нас положено гостям надо, как официант приходит, подсыпает, насыпает. Вот у нас вот. У нас так положено. Потому что едят руками. Как бы сам уже рукой запачканной не это. Кого ты не насыпаешь себе. Поэтому обычно хозяева обслуживают так гостей. И предупредили меня, что эта девушка вегетарианка, значит. Я себе там бегаю, бегаю. Смотрю так мимоходом возле нее. Курица стоит. Я думаю, боже, ну кто же поставил возле вегетарианки эту курицу? Ей же, наверное, неприятно рядом с ней сидеть. Я отодвигаю, ставлю перед ней опять что-то вегетарианское. Дальше я себе бегаю, бегаю. Потом смотрю, у меня курица в тарелке лежит. Я говорю, боже мой. Говорю, Джекейш, тоже ей курицу положил. Боже, как же так? Можно она же обидится. Тогда мне Джекейш рассказал, что они как бы дома не готовят, но в ресторане в гостях едят. Тогда я впервые узнала о таком типе вегетарианцев. Я, конечно, долго не могла этого понять, поверить. Ну, почему так? Ну, вот уже как бы попыталась разобраться, попыталась объяснить это вам. Вообще, как мое личное мнение, что это дело лично каждого. Что ему есть, ну, если это, разумеется, не нарушает какие-то там нормы эстетические. Да, вот, например, где-то я читала, что там в Китае мозги живой обезьяны прям едят, прямо за столом этот череп вскрывает, в общем, кошмар. Вот, а так, если это не нарушает никаких эстетических, скажем, норм, это абсолютно дело каждого. Что ему есть, когда ему есть. Я очень уважаю вегетарианцев, их выбор. Сама пока не могу почему-то, ну, хочется мне иногда там курицы, особенно рыбы, потому что я вам сколько раз показывала, сколько у нас морепродуктов. Кэроли и свежие все, и очень вкусно по-кэрольски я готовлю. Поэтому я пока к этому не готова. Может быть, когда-то я стану вегетарианкой, я не знаю. Потому что индийская еда, вегетарианская, очень разнообразная и очень-очень вкусная. Именно в Индии действительно можно жить, можно сказать так, вегетарианский рай. Недаром все-таки Индия страна с наибольшим количеством вегетарианцев. А я вас, дорогие мои, хочу попросить отнестись сегодня к этому выпуску с юмором, без злобы, без... Я не хотела никого обидеть. Я рассказала, это не я придумала, это действительно придумали индийцы, такие вот восемь типов. Я просто хотела вас немножко развеселить. Вот так вот, дорогие мои, спасибо вам всем за внимание. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, написать комментарии. Ну и всем пока-пока, до новых встреч!